Начнем с вопроса, что такое холестерин. Откуда он в нашем организме берется? Холестерин – это эндогенное вещество. Оно циркулирует в нашем организме. С возрастом повышается количество липопротеидов низкой плотности в кровяном русле. А в клетках образуется архидоновая кислота, которая является провоспалительным агентом. И она запускает процесс воспалительных процессов в сосуде. В результате может рваться покрышка и развивается инсульт, инфаркт. Если человека ничего не беспокоит, должен ли он после 40 лет как-то проверять свой уровень холестерина в крови? Конечно, для этого и существует диспансеризация, к которой необходимо приходить раз в год однозначно. И в эту диспансеризацию заложен тот минимум лабораторных обследований, которые необходимо проходить ежегодно. В том числе и холестерин. Как предотвратить заболевание, которое вызывает вот этот вот плохой холестерин? И с какого возраста, в принципе, нужно об этом думать? Считается, что холестериновые бляшки у нас уже начинают формироваться с 20 лет. И на сегодняшний день большое значение отводится генетическим тестам. После 40 лет нужно еще обращать внимание на цифры артериального давления, на конституцию человека. Полный он или индекс массы его оценивать. Индекс массы тела должен быть до 25 нормальные показатели. Не страдает он гипертонической болезни. И если в совокупности вот этих позиций, когда человек страдает избыточной массой тела, повышением цифр давления, повышенный уровень холестерина будет в крови, ему рекомендовано исследовать УЗИ сосудов шеи, дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов. Когда у человека обнаружен повышенный уровень холестерина в крови, помимо вот этих вот лекарственной терапии, ему назначается какая-то диета, не знаю, с пониженным содержанием жиров. Жир необходим для организма, жир необходим, в том числе и холестерин, необходим для построения клеточных стенок, вот в частности холестерин. Он участвует в синтезе гормонов. Жирные продукты, такие как сливочное масло, сало, в пище должно присутствовать. Статины необходимо принимать при любых цифрах холестерина, потому что на сегодняшний день доказано, что прием статиновых препаратов год и выше уменьшает вот эти сосудистые бляшки и расширяет просвет сосудов, таким образом нормализует кровоток. Много ли людей страдают от атеросклероза и вот связанных с этим заболеваний, которые вызывают плохой холестерин? Больше половины населения, которые прошли диспансеризацию, ну и в принципе статистически, имеет повышенные цифры холестерина, потому что нормы, они в цифрах от 3,5 до 5,5 и 2 лицам, которые перенесли инфаркт, инсульт, им необходимо принимать статины пожизненно. Почему? Потому что этим они защищают себя от риска повторных инсультов, инфарктов. Лариса Владимировна, спасибо большое, что нашли время встретиться с нами и ответить на вопросы.